Третий год в Приморье работает филиал Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Ее ректор, народный артист России Николай Цискоридзе, недавно посетил Владивосток с рабочей поездкой. О перспективах обучения в уникальном творческом вузе и требованиях при поступлении он рассказал нашим корреспондентам. Дорогие друзья, в этом году у нас третий набор, потому я с большим удовольствием приглашаю всех ребятишек, которые хотят получить профессию артиста балета и учиться в Академии русского балета имени Вагановой здесь, во Владивостоке, на прием к нам в Академию. Все дети, которые к нам приходят, они должны иметь начальное образование. Как бы наш первый класс в Академии – это пятый общеобразовательный класс. Это значит, надо закончить четыре класса, иметь документ о начальном образовании. Ну, дальше соответствовать, прежде всего, профессиональным требованиям и обязательно пройти медицинскую комиссию, потому что балетом могут заниматься исключительно здоровые, полностью здоровые дети. Мы не имеем права нарушать никак в этой части законодательства. И так было всегда на протяжении 280 лет. Балетом всегда проверяли и профессиональные данные, когда принимали, и обязательно полное медицинское освидетельствование. Важно, когда такое уникальное учебное заведение, как наше, имеет возможность пригласить в свои ряды учащихся в таком далеком от Санкт-Петербурга месте. Но у нас все здесь существует, все есть. Мы существуем здесь третий год. Конечно, конечно, все это очень сложно начинать. Но уже сегодняшние учащиеся наши участвуют в спектаклях не только в Мариинском театре, здесь, на Приморской сцене, но и имеют возможность выступать в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в Большом театре в Москве и в Кремлевском дворце съездов. Так что вот такая радужная перспектива есть и у ваших детей. Милости просим к нам на вступительные экзамены. Для меня, как для человека, который очень многое в последнее время связан с детским творчеством, с образованием, с воспитанием, конечно, главный показатель, что все зависит не только от школы, не только все зависит от стен, зависит от всех нас. И огромную роль играет семья. Конечно, без поддержки родителей, я это знаю и на своем примере, если бы у меня не было поддержки моих родителей, не было бы все время такой заботы мамы и всех, кто меня окружал, никогда бы ничего не получилось. Потому вся будущая судьба зависит от всех нас. Так что все, что можем мы со своей стороны, как учебное заведение, мы сделаем. Но если вы можете помочь своему ребенку, тоже, пожалуйста, помогите и дайте ему дорогу в жизнь. Профессиональные предметы ведут специалисты, которые окончили наше учебное заведение в Санкт-Петербурге. Потому что мы не только среднее учебное заведение, но и высшее учебное заведение, где мы учим и педагогов. В частности, на Труппо-Мариинского театра здесь, во Владивостоке, возглавляет выпускник Академии Эльдар Алиев. Педагог, все педагоги почти это наши выпускники. И вот они же работают и у нас в Академии. Некоторые есть молодые, которые недавно выпустились. Так что у нас очень интересный состав. Это очень сложно. Если кто-то думает, что легко руководить таким филиалом за 9 тысяч километров, нет, это очень трудно. Потому что, во-первых, очень большой временной отрезок. Все-таки у нас большая разница во времени. Ну и, конечно, мотаться туда-сюда не самое легкое. Но третий год мы это делаем. По крайней мере, успешно. Дети постоянно выступают, дети растут. Ну и я очень надеюсь, что в этом году, они в июне месяце покажут свое мастерство на главных сценах мира. Так как Мариинский театр и Большой – это самые престижные сцены в мире в области балета. Это очень большой шанс. Я не могу похвастаться, что вот в моем детстве, когда я был маленьким и учился в Тбилиси, у меня была возможность выступать в Большом Мариинском. Такой возможности тогда не было. А у этих детей есть. Это большой шанс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова